В редакцию программы «Литовское время» обратился житель Вильнюса с просьбой узнать, какое ведомство отвечает за порядок в гаражном кооперативе, кто несет ответственность за отключенный свет в гаражах, за неоплату и переплату определенных услуг, председатель кооператива или все-таки самоуправление столицы. Ситуация настолько знакомая, практически совпадающая со сценарием фильма Эльдара Рязанова «Гараж». Только действие происходит в Литве. Дело в том, что, на мой взгляд, в Бендере сложилась обстановка, когда председатель ее, Йонас Юргилас, практически Бендере удержит своей, как бы, то ли частной собственностью, то ли персональным предприятием. Фактически, абсолютно не придерживается ни законов Литовской республики, ни своего же устава Бендере. В общем, что хочу, то и ворочу. Да, не соглашаться с правлением, это все равно, что против ветра плевать. Вадим Гоголев – собственник нескольких гаражей в кооперативе. Он сам является председателем подобного сообщества и прекрасно знает, как необходимо управлять и руководить организацией. При этом членом кооператива он не является. Я в курсе и я знаю, как должны происходить вообще дела, как происходит управление Бендере, как происходит контроль Бендере. Естественно, мне было то, что здесь происходит, просто неприемлемо. Здесь председатель просто-напросто, если ты не вступаешь в Бендере, он тебе отключает свет. Председатель просто-напросто, если покупатель гаража не пишет заявление вступить в Бендере, он не выдает справку продавцу. Мусор на территории гаражного кооператива не вывозится. Со светом проблемы, электрощитки разгромлены. Нет порядка. Еще один маленький, но довольно-таки большой вопрос. Мы обратились к председателю сообщества с просьбой объяснить, почему сложилась такая ситуация, что это за самоуправство и почему не участникам кооператива покоя и жизни нет. Как только появился господин Гогарев в кооперативе, все и началось. Это мнение не только мое, но и всего руководства сообщества. Этот гражданин не является членом организации, но он должен зарегистрироваться для того, чтобы мы общими силами могли приводить в порядок общую территорию. Мы ведь общество. Он отказался. Я как председатель считаю, что он просто хочет занять пост главы кооператива. А так он не легал в нашем сообществе. Претензий достаточно, что с одной стороны, что с другой. Приводить в порядок территорию и контролировать работу общества можно только сообща. Поэтому и название у организации – гаражное сообщество. Но членство и нечленство, как оказалось, играет важную роль. Как решить проблему и кто виноват в сложившейся ситуации? Это промахи Сейма. В прошлом году приняли закон, в котором говорится, что в сообществах могут находиться и члены, и нечлены кооперативов. Поэтому сейчас и происходит такая неразбериха. Будь проклят тот день, когда я купил машину! Для чего довели человека? Будь проклят тот день, когда я вступил в этот проклятый кооператив! Как председатель, так и собственник гаражей стали обращаться в суды. Дела рассматриваются. А правды как таковой, как решить проблему между двумя сторонами, найти не удается. Вопрос, куда смотрят власти и кому обращаться в случае недопонимания двух сторон, мы задали мэрии Вильнюса. Самоуправление принимает участие и осуществляет контроль и присмотр только за многоквартирными домами. То, что связано с гаражами и сообществами, всю ответственность на себя берет сообщество и его председатель. Мы не участвуем в жизни кооперативов. Если вопрос связан с финансами и сокрытием финансовых дел, например, нужно обращаться к спецслужбам. Если все члены сообщества недовольны работой председателя, нужно созвать собрание и переизбрать нового председателя. Хочется отметить, что действующий председатель Юргилас готов снять свою кандидатуру с поста главы кооператива. Но на это место пока кандидата нет. Кстати, кандидатом он видит представителя из Вильнюсской мэрии. Насколько я понимаю, полусонные мои собрания стихийно продолжаются. Ну что ж, давайте продолжим премию. Давайте, давайте. Ирина Высокович, Мартина Свитцбилис, Первый Балтийский канал.